Почему человек так во многом должен себя сдерживать? Тот, кто не привык сдерживать свои желания, он становится рабом их, рабом становится. Недаром же говорят у Иоанна Лесичника 14-е слово, вы знаете, как называется? Замечательно! «О любезном для всех и лукавом владыке чреве» – видите, почему в православной церкви ещё соблюдаются, до сих пор сохраняются посты? Человек, который не может удержаться ни от чего, так кто он такой? Ну, представьте, в католической церкви – час поста перед причастием! Я просто его помню поражён – ну, хорошо, ну, жвачное животное, ну, понятно, оно не может не жевать! А здесь что такое? Час не поесть! Причём это, на моей голове, так же происходило – ресторан, всё, идём, они уже причащаются! Уже час, пока дошли до костёла, и месса прошла там, и всё в порядке! Во что превращается человек? Человек, который не приучен, не научен бороться своими желаниями, он раб! Раб! Причём это страшный раб! Раб какого рода? Потому что он привык, чтобы исполнялись его желания, и другой привык! И тогда что происходит между ними? Полкан с Барбосом, о котором написал дедушка Крылов! Недаром апостол прямо пишет – так уничтожат друг друга! Ещё бы! Они привыкли только для меня, только мои желания! И вдруг у него тоже! Отсюда вражда, отсюда насилие, отсюда войны! Всё отсюда идёт! Так что это очень серьёзное дело! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...